В настоящее время реализуется проект, направленный на добычу, обогащение и производство фосфоритного концентрата, на основе которого будут производиться фосфорные удобрения. Он состоит из двух этапов. Первый осуществляется в Тандынском районе Новоицкой области. Оттуда концентрированное сырье будет доставляться для дальнейшей переработки в возводимый в городе Самарканде химический комплекс. Вся цепочка данного перспективного решения в материале Шухрата Шакирова. По мнению ученых, в настоящее время в сфере сельского хозяйства нашей страны потребность в фосфорных удобрениях очень высока. По причине же нехватки, они используются ниже установленной нормы. Выявленные запасы фосфорита в козелкомах могут целиком покрыть спрос на данную продукцию, что в свою очередь требует реализации перспективных проектов, включающих в себя всю цепочку, начиная от добычи сырья вплоть до производства готовой продукции. В феврале этого года, приступив к освоению месторождения жирой сардарин, в рамках проекта дан старт строительству современного комплекса по обогащению и производству фосфоритного концентрата. Ведем работу по добыче фосфоритной руды, далее из которого будет производиться фосфоритный концентрат. Строительные работы намечаем завершить до конца этого года. Фосфоритный концентрат будет отправляться в Самарканд для дальнейшей переработки. На ряду с добычей 2 миллиона тонн руды на обогатительной фабрике в год планируется произвести около 1 миллиона 300 тысяч тонн сырья. В настоящее время на карьере трудятся 150 рабочих и специалистов. После запуска обогатительной фабрики на полную мощность будет создано более 500 новых рабочих мест. На данном предприятии, проектная стоимость которого превышает 100 миллионов долларов, в основном будут выпускать сырье. Комплекс включает в себя обогатительное производство, склад для хранения продукции, офис управления. К созидательным работам привлечены местные молодые кадры. На сегодняшний день добываемая фосфоритная руда доставляется в специальное складное помещение. Второй этап проекта приходится на город Самарканд, где возводится химический комплекс по производству фосфорных удобрений, на что направлено почти 300 миллионов долларов. После сдачи в эксплуатацию объекта здесь будут производить свыше 900 тысяч тонн готовой продукции в год, что позитивно повлияет на удовлетворение внутреннего спроса на нее и укрепление продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день предприятие Узбекистана покрывает около 25% от всей потребности в фосфорных удобрениях. Из-за высокого на них спроса мы приступили к реализации данного проекта с внедрением технологий по выпуску около 30 марок продукции. Основное сырье – это фосфоритный концентрат, который будет поступать из Новоиска области. С помощью пара, выделяемого в процессе производства, будет производиться электроэнергия, которая удовлетворит 70% потребности в ней предприятия. 44 гектара из 180 гектаров являются производственной площадкой, которую предусматривается вести в строй в следующем году. Также после того, как комплекс заработает на полную мощность, появится возможность освоения экспортных поставок среди потенциальных партнеров на международном рынке страны Азии, Африки, Европы и Южной Америки. «Определённая часть производимых фосфорных удобрений прежде всего будет направляться на внутренний рынок, а остальной объём будет экспортироваться. Сейчас мы прорабатываем эти вопросы с крупными трейдерами и заключаем договоры на экспорт продукции». Подобные производственные решения открывают совершенно новые перспективы в увеличении объёмов производства фосфорных удобрений, превращая, к тому же, Узбекистан в одного из крупных экспортеров в этом направлении. И, что немаловажно, будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест.